здравствуйте на канале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня я попробую ответить на такой сложный вопрос я бы даже сказал целожизненный вопрос как прожить жизнь супругом в любви и согласии вот такой глобальный вопрос на который мне предстоит ответить достаточно коротко значит конечно на тему брака прочитано множество лекций написано куча книг в том числе очень авторитетными и серьезными православными священнослужителями в разные времена и в разные эпохи поэтому было бы наивно мне думать что я сейчас за несколько минут сумеют дать вам исчерпывающий ответ я попытаюсь ответить на этот вопрос таким образом чтобы у вас появилось направление в каком чтобы у вас появилось понимание в каком направлении вообще необходимо двигаться чтобы прожить со своим мужем или со своей женой действительно жизнь в любви и согласии обратимся к священному писанию и главным текстом который должны знать православные супруги является конечно текст послания к эфесянам святого апостола павла который читается на венчании православной церкви я сейчас этот текст прочитаю а потом комментируя его надеюсь как я уже сказал дам вам некое направление значит апостол павел пишет жены повинуйтесь своим мужьям как господу потому что муж есть глава жены как и христос глава церкви и он же спаситель тела но как церковь повинуется христу так и жены своим мужьям во всем мужья любите своих жен как и христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы осветить ее очистив баню в одно посредством слова чтобы представить ее себе славную церкви у не имеющий пятна или порока или чего-либо подобного но дабы она была свята и непорочна так должны мужья любить свои жен как своя тела любящий свою жену любит самого себя ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти но питает и греет ее как и господь церковь потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его посему оставит человека отца свою мать и прилепится к жене своей и будут два вплоть едину значит вот смотрите начнем с конца начнем с конца оставит человек отца с матерью и прилепится к жене своей это первое что требуется от супругов дабы они прожили жизнь в любви и согласии они должны прилепиться друг другу таким образом что все что препятствует этому прилеплению должно быть отвергнуто ну отвергнуто не в смысле там выброшено проклято или еще какие-то страшные слова но ничто не должно мешать им быть вместе даже отец с матерью так говорит священное писание между супругами не должно быть допускаемо никакое вмешательство эти слова еще раз говорю нужно понимать не в том смысле что мы должны оставить совсем отца с матерью вот но если вдруг возникает некое противоречие то выбор должен быть не на стороне отца не стороне матери а на стороне своего супруга или своей супруги дальше разберемся по поводу тех обязанностей которые апостол налагает на мужей и жен опять-таки двигаемся от конца к началу мужья любите своих жен как христос возлюбил церковь и предал себя за нее значит мы видим что перед мужем стоит необыкновенно сложная задача любить свою жену так как христос возлюбил церковь отдав свою жизнь за нее мы знаем что господь целью своей земной жизни положил отдать эту жизнь за нас с вами господь нас настолько любит так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякие верующие в него не погиб но имел жизнь вечную понимаете муж должен так любить свою жену что всем остальным он должен быть готов пожертвовать ради нее и соответственно своей семьи своих детей это необыкновенно сложная задача для современного мужчины жить ради жены и ради детей полагая это главным своим христианским духовным деланием что сказано жене жены повинуйтесь своим мужьям как господу потому что муж есть глава жены как и христос глава церкви и он же спаситель тела перед женой стоит да не обижаются на меня жены несколько более простая задача они должны слушаться своих мужей во всем ну женщины тут же возмутятся вот и скажут вы можете представить современную женщину которая действительно во всем слушается своего мужа и почему вы сказали батюшка что это более простая задача ну потому что послушание это внешняя добродетель послушание это про поведение хотя я хотел бы подчеркнуть что слово слушаться оно однокоренное со словом слушать со словом слышать то есть жена должна так слышать своего мужа как церковь должна слышать христа она должна не просто механические внешне но хотя бы как говорит апостол павел просто повиноваться своим мужьям во всем это очень сложная задача конечно безусловно а вот теперь ближе к вопросу как все таки прожить свою жизнь таким образом чтобы прожить ее в любви согласии необходимо обратить внимание на то что заповедь жене о послушании и заповедь мужу о любви дана не просто им обоим она дана каждому адресно женам сказано слушайтесь мужей мужьям сказано любите жен как христос возлюбил церковь не сказано мужья жены должны вас слушаться не сказано жены муж я должны вас любить а сказано жена слушайся муж люби и поэтому первое и самые железные правила жена не должна заставлять мужа ее любить ну ужины как всегда два инструмента это с одной стороны значит скалка зайти сверху или сковородка вот а с другой стороны нехорошее слово у меня сейчас просто другое не приводит нытье попытка зайти снизу или там вынудить вытащить вынести мозг или еще какой-то такой способ из заставить мужа все-таки любить ее делать то что ей нравится ну а у мужа соответственно тоже есть два варианта заставлять жену слушаться это либо опять-таки сверху можно на нее наорать можно значит ей выставить соответствующие претензии а можно тоже ныть по поводу ну ты меня не слушаешься ну вообще какая ты плохая жена то есть когда муж пытается тем или иным способом заставить жену слушаться а жена пытается заставить мужа любить эта семья находится на неверном пути скорее всего им сложно будет прожить свою жизнь в любви и согласии каждый должен воспринять это задание которое дает нам апостол как данное мне лично мне апостол павел сказал вот мне мужу моей жены который женат с ней уже более 30 лет и прижил уже и детей и внуков я должен любить ее и напоминать себе об этом если мне не очень получается так как христос возлюбил церковь предав себя за нее отдав свою жизнь за нее а моя жена но я сейчас об этом не должен думать это не моя задача если она хочет прожить свою жизнь в любви и согласии с нами должна думать что а как же мне такой умный такой красивый такой самостоятельный такой независимый слушаться моего мужа во всем что еще я должна сделать чтобы услышать его чтобы проникнуться к нему послушанием чтобы действительно прожить свою жизнь с ним любви и согласии каждый должен выполнять свою часть задачи и выполнить это можно при одном очень важном условии о котором о котором говорит поисий святогорец поисий святогорец говорит что любовь невозможно без уважения это ключевая фраза без которой действительно мы вот вдумайтесь в неё любовь невозможно без уважения настоящую любовь без уважения не живет значит для того чтобы без уважения кому может задать вопрос и себе дальше для того чтобы понять о чем вообще идет речь уважать кого-то другого может только человек который уважает себя человек не знающий что такое самоуважение никогда не сможет уважать другого. Он может его бояться, он может его презирать, он может его ненавидеть, но человек, не имеющий самоуважения, никогда не будет уважать другого человека. Поэтому важнейшим условием для того, чтобы прожить жизнь в любви и согласии, является уважение к своему супругу или к своей супруге и уважение к самому себе. Каждый раз, когда вы попадаете в сложную ситуацию, я уж не говорю критическую, задайте себе вопрос, как мне поступить? Или наоборот, вы поступили каким-то образом и думаете, так, а что произошло с моим уважением к моей второй половине? Что произошло с моим самоуважением? Если вы понимаете, что после этого поступка пострадало либо ваше самоуважение, либо пострадало уважение к вашей супруге, вы сделали неправильный поступок. И когда вы думаете, а как же мне поступить дальше? Задайте себе эти два простых вопроса. Как я должен поступить, уважая свою супругу или уважая своего супруга? И как я должен поступить в этой же ситуации? Этот поступок должен быть таким, чтобы соблюсти и одно, и другое. Как мне поступить так, чтобы не потерять самоуважение? Можно попробовать это объяснять на примерах, но тогда мы выйдем уже за рамки того времени, которое нам отпущено на ответ на этот вопрос. Попробуйте, попрактикуйтесь, посмотрите на свое прошлое. Каждый раз, когда вы видели, что ваши отношения улучшаются или ухудшаются, посмотрите, что привело к этому. И вы увидите, что действительно вот этот простой прием уважения и самоуважения практически гарантирует вам, что вы проживете свою жизнь с вашим супругом в любви и согласии.